всем привет с вами ольга чернова моя огородная озбука сегодня 31 января вот я сижу перед посевами сделанными 8 дней назад восьмой день от посевов они почти все уже взошли ну очень часто у нас бывает вот вы видите что какие-то уже взошли а какие-то еще не взошли и когда я показываю такие посевы но у вас у самих так вот такая ситуация бывает наверное нередко вот зрители спрашивают именно сегодня прочитала комментарий светланы абрамовой она спрашивает рассаду из одного сорта томатов которая прорастает гораздо позже других вы выкидываете или нет она ведь будет отставать от других или догонит всех интересует какую же рассаду мы будем откидывать при пересадке при пикировке потому что пикировка не за горами вот у некоторых уже листик настоящий начинает выходить из из семидолей все сейчас будем выяснять как определить слабое звено среди сеянцев какие при выбраковке я буду выкидывать а какие может быть оставлю потому что запоздал и вот такие всходы ничего не обозначают но тут я должна пояснить так как я уж объясняю все все подробно мы давайте рассмотрим несколько ситуаций вот первая ситуация например как у меня разномастные посевы когда в одном лотке разные сорта возможен разные сорта это ясно что у них разные семена возможно даже разные сроки хранения то есть одни семена свежие прошлогодние другие семена двухлетние могут быть какие-то и трехлетние ну короче все какие всякие разные возможно какие-то домашние а какие-то магазинные то тут когда один сорт сходит а другой нет вот эта поздняя всхожесть абсолютно ни о чем не говорит вот например один рядок ну возьмем любой вот этот один рядок например зашел очень очень быстро а этот проклевывается долго долго но если они от разных производителей с разных вот источников ну короче все они разномастные то во время всходов мы даже на это не должны обращать внимание может быть пересушенный какой-то сорт более вы высушенный какой-то менее вот здесь вот в этой стороне еще два дня назад мне писали что то не все взошли вот этот сорт не всходил теперь он один за одним все равно появился и я просто решила что возможно семена более высушенные были более качественная такая просушка чем у остальных все короче эти если разные сорта я не обращаю внимание даже не называю их не дохликами никак все это мы увидим только после того как вся рассада пойдет в рост если она выровняется то значит они одинаковые силы если например какие то будут отставать в росте то я при пикировке буду смотреть на развитие корневой системы не только на рост самого сеянца но и какая корневая система обычно все которые отстают у них недоразвитые крышки рассмотрим вторую ситуацию если у вас в лоточке ну или как в таре семена однородные то есть один сорт один производитель один срок хранения например один сорт сделанный вами или один сорт из одной пачки купленной магазине вот тогда уже запоздалые всходы наводят нас на мысль о слабом семени сейчас я поближе подведу там к слабому семени если он позже всех проснул ну как если она у семечка позже всех проснулась самым последним взошло конечно это наводит на мысль что что-то с ним не так но приговор выносить даже в этом случае на ранних сроках еще рано вот у меня есть видите вот этот рядок где все прям одинаковые как солдатики встали а вот одно не взошло и вот еще одно лезет вот петелька вот в такой ситуации мы уже как бы должны немножко как предполагать что скорее всего вот эти два семечки из этого ряда из этого данного сорта которые одинаковые в одинаковых условиях выросли в одинаковых условиях сохранились потому что они с одной пачки скорее всего это будет слабое звено но как я говорю на ранних сроках я даже видя что они среди всех хуже всех зашли но на ранних сроках даже в этом случае я не выношу им приговор потому что бывают разные чудеса при превращение бывает вот из таких из поздно взошедших вырастает очень хороший прекрасный красивый здоровый сеянец тут может быть что может быть когда вы сеяли может быть ему досталось место в бороздке недостаточно увлажненная что эти быстрее набухли больше влаги получила семечка и взошли тут причин тоже много не обязательно это хилая слабая семья ну скорее всего очень часто это слабая семья и вот только при пикировке первое что я делаю конечно наблюдаю я сейчас за ними они у меня на контроле за ними посмотрю после всхода догонят они или нет но до пикировки я никогда ничего не решаю какие выбрасываю какие нет только после пикировки решение принимаю смотрю на состояние корневой системы и даже когда они взошли после после первыми или последними это не самый решающий фактор главное чтобы была сильная корневая система чтобы он был крепкий здоровый и до пикировки доращивая я смотрю какой самый слабый самый хилый тот и убираю сегодня будет у них первый полив все таки я решила не ждать 10 дней потому что смотрю уже суховато у нас дома жарко 25 градусов сегодня в квартире буду сегодня поливать и буду показывать что можно добавить во время первого полива все до свидания